здравствуйте друзья хочу сказать что было у меня сегодня визит к врачу обойт но appointment этот происходил по телефону и врач там где-то сидит я facetime да вот мы с ним значит друг друга видим так в телефоне это уже второй такой раньше я к нему регулярно там раз три месяца ходил анализ издал к врачу пошел анализ издал к врачу прошел три месяца цикл такой был он за мной следил давление померит там руками так пощупает или там еще иголочкой поколит в стопах там если там как бы чувствительность там кровь пульсирует в общем так на анализы посмотрим обычное дело а тут что значит но уже конечно руками трогать там не будешь и иголочкой колоть стопу а так в общем на анализы посмотреть можно у него какой-то софтвер появился раньше он ничем таким не пользовался вообще он такой старые школы надо меня старше лет на 10 мужик и вот он у него все бумажные файлы все от руки он где-то там записывал на калькуляторе каком-то таком до потопном подсчитывал так все это какой-то учет вел вот а сейчас у них все знаете по науке и и он хоть и врач конечно но к софту у него большие претензии вот я вот выслушивал его жалобы значит там например вот миллиграмм например да если там хочешь написать маленькую букву вместо большой то не принимает вот как бы так его обижает я ему хотел было рассказать про юсабилы там график юсер интерфейс там и так далее потом там на зачем ему это голову за себя ломать да ну него и вот так мы с ним значит там сидели он знаете испытывал некоторые трудности в том чтобы нарыть в этой системе анализы которые я сдавал я ходил 8 февраля сдавал анализы ровно месяц назад там кровь мочу там что положено в общем короче было по науке сейчас уже ты не ходишь с направлением на анализы ты приходишь у них все электронно заполнено ты только берешь там свою свою что-то у тебя есть там driver's license она его сканирует и сразу говорит там иди туда то они уже про тебя все знают чего ты пришел какие тебе анализы там национальность все знают в общем да и как меняется мир а я вот помню что еще лет десять назад ну как мы же тут видим как в кремниевой долине ведь люди сидят и работают над тем чтобы у других людей работы уже не было да то есть как ну как повысить производительность труда это называется по-научному то есть чтобы работ которую делают там 10 человек делали бы там 6 потом 2 потом один там и так далее и вот мы иногда тут беседуем на эти темы там с коллегами друзьями и я говорил что да говорят что вот есть профессии которые нельзя в аутсорсинг отправить вот там нельзя отправить массажиста ну массажиста да зато вот есть кресло массажное то вот у меня дом стоит там за три с половиной штуки массирует во все ну конечно она не будет к тебе подстраиваться как бы под тебя там да ну ну там есть разные программы но не тоже самое но все таки то есть какую часть работы забирает вот так же как например появление цифровой фотографии я уж не говорю там когда в телефонах то есть когда каждый фотограф и снимает и так далее сейчас же на любую свадьбу придешь там ну бывает позовут профессионала бывает и не позовут вообще исчезли бизнесы которые но фото отелье да раньше всюду было фото отелье вот в любую там дочка приходишь я не хочу сказать на каждом квартале но в каждом населенном пункте букв там я уж не говорю там про сан-франциско там где их было просто очень много уже давно исчез такой бизнес как фото отелье вот куда люди приходили сфотографировать вот так что много чего исчезает я тогда сказал что врач собственно он тоже в общем то его можно аутсурсовать в индии он там будет сидеть в этой индии на анализы он посмотрит анализы и доступны там на компьютере чего он там не может но может быть чего-то он не может но значит появятся какие-то датчики какие-то приборы там сунешь руку сунешь палец там подставишь уши еще что-нибудь засуну и это тоже можно засунуть в принципе если уж на то пошло вот для всего на свете придумают куда его засунуть значит чем обработать там и так далее так далее смотришь вроде и вообще уже и врач то не обязательно чтоб рядом был и вот вам пожалуйста друзья вот вам пожалуйста а если бы например нужно было действительно принципиально было нужно вы там под потрогать рукой как там пульсирует кровь я вас уверяю что ничего проще с точки зрения технической инженерной вообще нет значит там засуну засовываешь ногу там куда-нибудь она там пневматически тебя поджимает датчики там все это считывает я расскажу она в тысячу раз лучше это сделает чем врач своей рукой потому что врач своей рукой у него там может давление повыше пониже настроение он что-то там думал в это время не о том а тут прибора на тебе все срисует давайте тут даже вообще разговор не вот так что правда медицина друзья на грани так сказать исчезновение с этого берега туда но надо сказать что врач я его спросил а как же у тебя офис там все такое он говорит ну там офис сотрудники сидят говорит он там места много там в общем сотрудники сидят но пациента туда особо не ходят я в неделю говорит он три-четыре раза прихожу потому что есть люди которые требуют физического присутствия ну там они масочку там сидела то есть я конечно прихожу говорит он я бы я тоже вот прихожу вот я сейчас еду к себе в офис посмотрите друзья мы с вами едем ко мне в офис потому что у меня урок буквально через там полтора часа я уже буду вести урок вот едем ко мне в офис заодно почту проверим там green card всякие то далее но мы в данном случае о медицине так что я думаю что вот этот шрам который оставила пандемия на нашей экономике на том как мы работаем живем и так далее этот шрам он долго не не рассосется с одной стороны с другой стороны это может быть и не и где-то это шрам а где-то это толчок вот тот самый толчок в который провалится то как мы раньше работали а значит не провалится то как надо будет работать там через десять через двадцать тридцать может быть прямо и завтра тоже может быть мужа сегодня одной ногой из толчка вырез вот и значит и уже нащупываем какие-то новые пути той ногой которая вылезла из толчка так что я толчок нам дали теперь вот я кстати спросил его значит насчет вакцин которые есть вот их три теперь один как это путаница то есть на самом деле когда две не знаю что делать а когда три ты больше совсем как бы и он говорит они все три хорошие я говорю но все-таки сам он вакцинировался да и он говорит ну джонсон джонсон говорит он там один раз всего делается и это лучше чем два так как бы проще я бы но вот говорят у нее эффективность ниже он говорит с одной стороны она там 76 процентов там не 95 но с другой стороны говорит он результаты очень впечатляющие потому что не было ни одной госпитализации и ни одной смерти пока на той статистике которая есть то есть может быть человек там где-то даже и инфицировался да то есть не на сто процентов был защищен от того чтобы подхватить вирус но не было ни одной госпитализации сказал он и не ни одну ни одного смертельного случая я поскольку не слежу так особо за этим делом но просто как беспокоить и свет у меня тоже нервничает что часто там уколят чем-нибудь а долгосрочные последствия не известно вот мы с ним на эту тему поболтали и он сказал так что конечно говорит он обычно я когда этими делами там занимаюсь я бы хотел видеть что это вакцина уже там существует три-четыре-пять лет что про нее многое известно и так далее так далее но говорит он если сравнивать по негативным последствиям то что человек подхватил заразу или человек вел негативные последствия вот скажем вакцинирование риск пострадать от заразы гораздо выше и по последствиям и так далее это врачка я не я понимаю что среди наших зрителей там найдется много людей с разными взглядами начиная с того что никакого вируса вообще нет и там и так далее но в данном случае вот я я исхожу что из того что есть и все таки полмиллиона покойников они тоже есть вот хоть ты что делай ну да ладно значит что еще у нас с вакцинами значит мы поговорили да в общем он говорит что вакцинируется надо и любую вакцина бери ну и в общем я понимаю что мы раньше или позже пойдем вакцинироваться просто как-то из этих трех было непонятно у меня конечно доверие доверие больше к джонсона джонсон но черт его знает такая там ну поди знай так что друзья я если у вас есть какие-то соображения но не не личные а может быть вы что-то знаете такое какое-то объективное знание у вас есть вот то было бы интересно конечно то есть я не против личного я я просто хотел бы узнать что такое на что можно полагаться уже субъективно мы говорим это интересно чек так сказал так там а когда уже какая-то фактическая информация даже в большей степени можно опираться на это при принятии решения так что вот да что еще хочу сказать меня с первого апреля а мы уже в марте с вами должен какой сегодня марта тоже не за этого одиннадцать нет наверное не одиннадцать девятый да у нас сегодня 9 марта и март а с первого апреля у меня будет государственная страховка которая называется медикер это для людей которые там достигли 65 лет я их достигну в конце апреля но страховка начинается но если оформлять некоторые не оформляют страховка начинается с первого дня месяца вот даже если бы я 30 апреля родился то все равно это было бы значит с первого апреля и мы тут сейчас как-то в общем предпринимаем меры чтобы меня туда перевести на эту страховку и казалось что вот сейчас мы какие-то смешные деньги там саж возьмут ну там я не знаю там 300 баксов да не получается 300 баксов значит там есть безусловно партей такая не некоторые расходы которые бесплатно вот это партей она бесплатно а дальше там начинается много 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 всего и у нас тут есть консультант который по этой части вот он нам все объясняет рассказывает вас в основном светлана занимается изучением на ней это дело лежит вот но я какую-то корреспонденцию получаю прочитываю меня в глазах темнеет вообще от того сколько они хотят с нас денег и за что и самое интересное выясняется что денег они с нас хотят в зависимости от того дохода которые мы получали в девятнадцатом году понимаете да в девятнадцатом вот не двадцатом даже а в девятнадцатом вот сколько мы за девятнадцатый год отрапортовали ну за двадцатый мы еще не отрапортовали сами понимаете это вот вот только вот мы в пятнадцатом апреля должны рассчитаться то есть у них за двадцатый год они при всем желании бы и не могли ну во всяком случае они берут 19 года уже 21 а и уже пандемии там все дела и самое главное я же я же ну как бы ретармент это дело такое можете вообще не сработать перестану вот представьте я там ушел со всех работ они мне говорят давай бабки потому что ты два года назад хорошо зарабатывал ну что это такое да так мало того получается история такая что ты покупаешь один и тот же сервис понимаете да то есть ну страховка миссис просто в этой страховке есть разные там группы чего-то какое какое покрытие покупаешь какой нет вот это хорошо сравнить сравнить со страховкой автомобиль не там много-много всего набирают где покрыт где не покрыт там с каким дедактаблом то чего вот примерно то же самое с этим medicare и вот значит значит два человека берут одно и то же покрытие так а денег с них за это берут по-разному ну то есть там не бесплатно там всем бесплатно а там где не бесплатно не то чтобы с того кто мало зарабатывает или там вообще не зарабатывать с него берут меньше нет с него просто берут там сколько берут а с тех кто зарабатывает с них берут больше понимаете потому что нифига вот так я скажу нифига зарабатывать да ну в общем друзья я не не то чтобы сильно знаете обогатился или обеднел от этого но вообще неожиданно эти совершенно неожиданно я думаю там еще много неожиданности будет поэтому я вам потом ой давайте поверну хоть на себя тоже скажите вот а где же наш блогер а вот он вот он блогер вот там его офис вот тут санивэл кремниевая долина калифорния соединенные штаты планета земля вот все все мы тут счастливо